Да, у нас реально для того, чтобы куда-то поехать, нужно выписывать пропуска. Нет, люди на улице прямо сознание не теряют. Хотя, да, два месяца не выходили из дома. Вообще никуда. Хей, йоу! Коронавируса в Москве, походу, не было. И все, что ты увидишь дальше, было сном пьяной собаки, не иначе. Но знаете, что поговаривают, что карантин в Москве может повториться? Так что смотри это видео до конца. Это понаехавший влог. Погнали! Набрала себе школьную продуктовую корзину. Ежедневный камуфляж обычного сейчас москвича. Побую всем вообще. Приветики! Всем приветики! Что там дальше по тексту? Я забыла текст. На самом деле, лично я вообще сбилась со счета, когда начался этот карантин. Два месяца мы точно с Дон Никитоном сидели безвылазно дома, вообще никуда не выходили. За это время я получила черный пояс по заказу продуктов домой онлайн. Научилась вырезать из антибегатериальных салфеток защитные маски для любимого, который выходил. Мусор выносить. О том, сколько пришлось освоить ресторанных блюд, дабы удовлетворить свою потребность во вкусной еде, я уже и говорить не буду. Но обо всем по порядку. Давайте сначала. Тучи сгущались, когда в соседнем дворе на детской площадке натянули первую сигнальную ленту с призывом о том, что теперь мы должны все сидеть дома. Ну, это так, для красного словца, дабы жути нагнать. Но на самом деле в первые дни было вообще как-то непонятно, что происходит, и в воздухе летало какое-то стрёмное ощущение безнадежности. Закрыли детские площадки, закрыли парки, закрыли многие хоз, магазины, ателье, все, что в общем не связано с едой, все было закрыто. И в первые дни было странное ощущение и вопрос, что вообще происходит и что будет дальше. Но так как русский народ ведь тот еще адаптирующийся, то все это достаточно быстро прошло, особенно когда на улице появилось первое солнце. Даже в нашем дворе я видела, как расстилали пледы, устраивали пикники. Нам даже периодически патруль полицейский заезжает, мигалками всех разгоняет, но буквально через 5-10 минут, как только они уедут, все встает на круге своя, и все возвращаются на те же поляны, на которых и были до этого. Ежедневный камуфляж обычного сейчас москвича. И даже по бумажке в лифте можно видеть, запах ощутить нельзя, вот по бумажке увидеть можно, что тут каждый день все обрабатывают. Каждое утро какими-то специальными средствами уборщицы проходят и все отмывают. Мы с Дон Никитоном вообще не выходили на улицу первые два месяца, дабы мало ли что. Но когда уже стали вводить постепенно первые послабления, мы все-таки стали выходить утром, часов 9-10 утра, когда во дворе либо никого нет, либо гуляют такие же похондричные мамы, как и я, которые ничего не разрешают своим детям трогать, никуда не залазить, никакие железячки языком не облизывать. Те мамы, которые все эти два месяца тоже держали детей дома, выгуливали на балконе, но в конечном итоге решили, что хватит уже, надо детям немножечко свободы дать, воздуха свежего. Такие вот мы утром иногда встречались на детской площадке. И даже часть этих съемок, как вы видите, я доверила Дон Никитону. Ты забил на гульки? Да? Ты теперь пока с камерой не разберешься, гулять нормально не начнешь. Так вот мы гуляем первый час-полтора, потом я его сажу в коляску, когда он устает, мы делаем обход по району для того, чтобы он успокоился и уснул в коляске. И к тому времени, когда мы возвращаемся домой, он уже спит, это где-то часов 11-12 дня, вы сами видите, что во дворе уже вовсю царит разброд и шатание, дети гуляют, несмотря на перекрытые детские площадки, все там носятся. В общем, людей уже много, и это совсем другая картина. И так было еще задолго до того, как прошел пик заболеваемости в Москве. Хочу отдать должное жилищникам, потому что везде, где бы мы ни были, я всегда видела клинеров, которые ходят в защитных костюмах и обрабатывают все не просто на чистоту, а специальными средствами. Детские площадки. Как я уже говорила, самое первое, что закрыли, это именно их. Пройдясь по району, можно отдать должное креативному подходу разных жилищников. В одном месте просто натянута ленточка, в другом их три. В нашем дворе на какое-то время качели вот так вот упаковали, чтобы не катался народ там. А в каких-то дворах вообще, даже если очень захочешь, кататься не полезешь, потому что в упаковке запутаешься. Но и здесь нашего русского не так и просто победить. Если просто пройтись по улице, то тут нужно видеть явное разделение людей на три фронта. Так первый, кто не собирается надевать маску ни при каких обстоятельствах, либо берет ее с собой, но упорно кладет в карман. Вторая категория людей, это те, которые носят маски в помещениях, но на улице предпочитают их приспускать. И третья категория людей, которые не снимают маски ни за что, нигде и никогда. Я первое время, когда стала выходить на улицу, относилась именно к этой категории людей, носила маски, перчатки и все время боялась, что меня кто-то может даже на улице заразить. В общем, лучше не добздеть, чем перебздеть. Я тут, кстати, ужасно недавно затупила, купив вот эту вот упаковку масок за тысячу рублей. Затупила, потому что я, когда покупала, была уверена, что она стоит не тысячу, а сто рублей. Ну, подумаешь, нолик не увидела. Хотя, как? Как можно было не увидеть нолик? Ну, по крайней мере, теперь у нас есть практически месячный запас масок на двоих, поэтому это время не придется заниматься художественным вырезанием. До 1 июня парки были закрыты. Ну, и глядя на то, как народ устраивал пикники во дворах, то и понятно. Тем более, что в парках есть специально оборудованные места для шашлыков. Но с 1 июня стали вводиться в городе послабления и в качестве, как сказал мэр эксперимента, стали открывать парки на две недели с введением дополнительных правил безопасности, в которые входят ношение маски, перчаток, соблюдение социальной дистанции на территории парка. В общем, вы сами все видели, никто у нас ничего не проверял. Более того, передо мной зашли люди, вы тоже это видели. И у них не было ни масок, ни перчаток. Побую всем вообще. На московском сайте нам выписали расписание прогулок отдельно по домам. Там очень много нюансов. Например, ты прописан в одном месте, гуляешь при этом в другом. Короче, это настолько условная дичь, что мы на самом деле ее не особо придерживаемся. Сегодня 3 июля, и мы за последние 2,5 месяца впервые идем в парк. Дождались нашей очереди. Наш дом может сегодня пойти погулять по московскому расписанию. Ну, на всякий случай просто решили. Именно в наш день. Так ходим, конечно, в любой день сейчас гулять. У меня все по фэн-шую. Маска, перчатки с собой. У меня документы. Это паспорт, свидетельство о рождении Доны Никитоны. Ну и помимо этого не стала брать с собой свидетельство о регистрации. Просто сфотографировала на телефон. На случай вдруг спросят. Думаю, что фотография проканает. Как написано на сайте, могут оштрафовать, если гуляешь не в свой день. Или не имеешь документов на руках. Или не на своей территории. В общем, разрешено уходить якобы до 2 километров от дома. Но у нас парк находится только в километре от дома. И протяженность парка несколько километров. Не знаю, как они регулируют эту тему. Ну, конечно же, никак не регулируют. Побую всем вообще. Сегодня мне нужно съездить в женскую поликлинику. Поэтому мне придется проехаться на автобусе. В прошлый раз, когда я ездила, я не знала, что там, оказывается, действуют проездные только по тройке. Либо по социальной карте москвича. Тройкой в этот раз я запаслась. В прошлый раз ездила зайцем, незаконником. Сейчас поеду, во-первых, посмотрю, как дела в автобусе утром обстоят. И насколько социальная дистанция там соблюдается. В прошлый раз она не соблюдалась ни черта. Во-вторых, посмотрим, как в поликлинике дела обстоят. Автобус сейчас для меня это самое отвратительное место, в котором я иногда вынуждена бывать. Во-первых, на период карантина в автобусе не действуют оплаты банковской картой. Можно расплачиваться либо тройкой, либо социальной картой москвича. А во-вторых, несмотря на призыв соблюдать дистанцию, есть категория людей, которым абсолютно плевать. Они сидят по двое, если в автобусе большое количество людей не чураются того, что за ним прямо в затылок может сидеть потенциально заразный человек. Ну и, соответственно, если автобус приехал полный, людям нужно ехать, они не будут ждать следующего. Они залезут в этот, набьются битком, насколько это возможно. Слава богу, я в таких автобусах полных не ездила. Но я представляю, что творится, особенно вот сейчас, с ведением послаблений. Короче, мне никогда не хотелось настолько сильно приехать домой и отмыться вообще от всего этого. А одежда, в которой я была, вообще хотелось ее просто сжечь, утилизировать, чтобы, не дай бог, чего. В поликлиниках очередей практически нет. Неплохо отлажена работа онлайн-записи была еще задолго до того, как наступил в городе карантин. На входе обязательно измеряют температуру, стоит антисептик для обработки рук. Везде развешаны таблички о соблюдении дистанции. И, на удивление, здесь ее стараются действительно соблюдать. Как в больницах обстоят дела, могу судить только по рассказам очевидцев. И если они действительно не врут, то там реальная жопа. У знакомых была ситуация, что с воспалением легких нужно было лечь человеку в больницу. Но не было мест. И в конечном итоге с трудом нашли место в платном отделении за очень большие деньги. На два дня человек лег на госпитализацию. Продуктовые магазины работали, в принципе, все это время. И не закрываясь, единственное условие, это было маска, перчатки, естественно, как у посетителей, так и у продавцов. Сейчас тоже пойдем в магазин. Магазины были открыты вообще на протяжении всего времени. Я приноровилась покупать продукты онлайн. Да, выходит чуть-чуть подороже, но все-таки, во-первых, ты экономишь время, не ходишь туда. Тебе прям сразу все приносят, никому не приходится горбатиться. И при максимальной степени защиты, как у меня, это вообще максимально безопасно. За это время я для себя выделила три основных магазина, в которых я беру практически все. Например, вот эта закупка обошлась мне чуть меньше, чем в 2000 рублей. В принципе, вполне доступные цены. У меня знакомые некоторые сжаловались на то, что они приходят в магазин или в аптеку в маске. Сзади них подходит человек без маски, еще и разговаривает, начинает, при этом стоя вплотную. И так было какое-то время, пока на законодательном уровне не ввели обязательные условия для магазинов обслуживать людей, которые только в масках и в перчатках. В противном случае магазинам могут выписать штраф, магазинам, естественно, это не надо. Поэтому на всех практически магазинах появилась вот такая табличка. И действительно людей могут не обслуживать. А в крупных торговых сетях появились еще защитные экраны, которые ограждают кассиршу от всех посетителей. Музыка 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 Набрала себе школьную продуктовую корзину, давно не была в этом магазине. Всегда покупала в нем фрукты, овощи. Соскучилась капец вкусные они, потому что там очень. Насколько я знаю, с введением послабления открылись даже некоторые торговые центры. Мне, кстати, звонили магазины, которые расположены в этих торговых центрах. Предлагали приехать туда и что-нибудь у них купиться. Офигенное количество бонусов. Но я никуда не поеду, ибо нафиг надо. Все равно какие-то магазины пооткрывались. Какие-то торговые центры еще сказали, что они не готовы открыться. Даже открылась икея, несмотря на то, что торговый центр мега сам стоит закрытый. Для передвижения по городу действует система пропусков. Это действительно правда. Мы когда ездили в трампункт, нам нужно было съездить. Мы выписывали онлайн пропуск, и когда заказывали такси, таксисты нас все время просили показать эти пропуска, для того, чтобы если вдруг нас остановят, его не оштрафовали. Естественно, таксистам штрафы не нужны. Поэтому, если пропуска не было, они могли просто отказать в поездке и уехать. Также действует система пропусков, в принципе, и сейчас. Есть какие-то определенные ограничения для передвижения между Москвой и Подмосковьем. И на самом деле пропуска давали не всем. Насколько я знаю, были люди, которым в пропусках отказывали. Конечно, всех не отследишь, но попасться шанс довольно высокий, потому что все равно очень много стало на улице полицейских. Я не берусь комментировать меры, предпринимаемые местными властями для защиты населения от заражения, потому что вряд ли была какая-то раньше практика для того, чтобы ее ввести сейчас на 100% сделать все правильно. По крайней мере, лично я, конечно, последствий от коронавируса не видела, но у наших знакомых есть действительно история с летальными исходами. Поэтому, когда у тебя в семье есть основной кормилец и маленький ребенок, хочется, конечно, чтобы все оставались здоровыми, а не вот это вот все. Сорян, друзья, я так долго готовила это видео, писала сценарий, ремонтировала, собирала, озвучивала, красила и так далее, что просто за это время все ограничения сняли, все запреты отменили, и сложилось такое впечатление, что все это время мы дома просто так по приколу сидели, просто так позакрывались остальные бизнесы, потому что, удивительным образом, количество заболевающих в Москве стало резко снижаться. Такое ощущение, как будто бы у них к выборам был какой-то план всех вылечить. Всех да не всех не вылечили. Поговаривают, что грядет вторая, послевыборная волна карантина. Ну, посмотрим. Оставлю это видео здесь для истории, будет заодно с чем сравнивать. Ну, а вы, если хотите видеть мои следующие выпуски, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки для того, чтобы помочь продвижению моего канала. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с тобой в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok